И кто-то встретит тебя на... Просил двоих, что Советский Союз распался из бюджета Кудрославского буря. На самом деле, после Советского не было немедленно страшно. Но о нем, в отличие от бюджетского бюджета, ты не стремится слышать правду. Это не acceptable. Это террор-бомбинг. Это была страшная война. В 72-м году была по-настоящему драка за сухом. И остояли первый раз. Остояли и прогнали их. А потом, когда прибавились казаки, прибавились российские солдаты и так далее, потому что нельзя удержаться. По-моему, был их флот, это были так... Тоже, то есть. И авиация была. А вся цель сессия российской. Почему Россия так заинтересовала Абхазию? Абхазия. 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 В 72-м году, то поврят на Эльцина, я вошел в СНГ, когда будем вместе, вынудим, Эльцина решить вопрос Абхазии. Выпустим соглашение. Грузия выгнула тяжелую технику. Выгнула, выгнула. Да. Мы сдержали свое слово. А кто на соглашение обращал внимание? Абхазия. Нас трудно обманули. Не очень обидно. В какой-то степени. В какой-то степени. В этой реальной истории участвуют представители России. Я очень благодарен, что это беспредельное дело. Тем документам, которые были подписаны в Москве. Тем словам, которые были сказаны президентом России. И тем заявлениям, которые были сделаны представителями правительства России. Здесь в Сухом и Сочи. Простите. На нашем празднике присутствует Адаман Ивановского Казачьего войска. Депутат Государственного Российской Федерации. Казачий генерал Вадаладский Виктор Петрович. Адаман Северного войска Донцова. Генерал армии казачьих войск. Участник Отечественного народа Абхазии. Отечествен Николай Иванович. Казахий генерал Американский Виктор Петрович. Идеолог пророссийского Абхазского православия. Абхазский Союз Казахский Виктор Петрович. Заходим в Европейский Союзе. Почему? Потому что мы еще не просили православие. Но посылает воинов, чтобы защитить людей. Когда мы начинали изучать этот медфильм в июле 2008-го, у нас было подозрение, что роль российских воинов в Абхазии в 90-х не была вполне славной. Но чтобы описать то, что нам открылось, нелегко найти слава в русской музыке. Чемия Месха Люба Левановна, 70 лет, жительница села Зима Пшапи, преподаватель Пшапской средней школы. Расстреляна 3 октября после жестоких пыток и измывательств. Вместе с мужем Александром, дочерью Лейлой, внучками Джвания, Экой и Марины, Самуши Аполлону, Луной, Хутой, Лейлой и Владимиром, Этери Векова, Раи и Кагу, Екатериной Шенгеле, Месхи Веры, и Гритону. Мы поставили своей задачей побывать на местах преступления. Кадры, снятые в Абхазии по точным адресам, иногда скрытые гонори, документируют рассказы с людьми. Александр Гнистрович, 70 лет, убит зверски в своем доме 3 апреля 95-го года, Лилия Шаловна, 60 лет, жительница села Верхний Пшапин. Расстреляна и сожжена вместе с мужем Жата 25 октября 93-го года, сожжена живьем в своем доме вместе с сыном Джавадава Гамлетом. 6 марта. Лилия Гуретяне. 15 лет я не разговаривала по-русски. 15 лет назад я жила в Абхазии, такая деревня, Ахалдапа называется, Ачамчишский район, где я преподавала грузинский язык и литературу. 16 сентября 93-го года напали на нас, абхазцы. Невозможно было нигде укрыться, ничего. Как дождь, вот так шлипуя. Я этот матрас накинула на себе и выбежала через мандарины, посмотрела, там на улице полно абхазцев. Абхазцы горник все не разберем, дуешься. А какой-то молодой человек кричит, это же, говорит, учительница здешняя, это же, говорит, сепаратистка, это же националистка. Она своих детей учила, что это, говорит, не Абхазия, а Грузия. Давайте сейчас покажем, где Абхазия, где Грузия, где для них только осталось горы и Тбилиси, больше для Грузии ничего не осталось.